Если вы не делали моделирование кармана, то на изделие вам хватит около 60 сантиметров футера шириной 180 сантиметров. Разложили детали на ткани. Спинка со сгибом, две детали рукава. Детали полочки мы будем краить чуть позже по лицу ткани, так как мы хотим добиться совмещения рисунка на линии входа в карман. Припуски на шов мы проводили с помощью вот такого шаблона шириной 1 сантиметр. Так размечать припуски гораздо удобнее, точнее и быстрее. Приложили к краю детали и наметили припуски на шов. Вырезаем деталь спинки и детали рукавов. На рукавах не забудьте перенести все метки совмещения. Рисунок на нашем футере достаточно крупный, поэтому мы решили сделать совмещение по линии входа в карман. Для этого нам пришлось разложить детали по лицу изделия. Здесь мы нашли для себя ориентиры и уложили выкройку так, чтобы после сборки у нас линия шва была практически незаметна. Если у вас ткань без рисунка, вы можете укладывать детали более компактно и, естественно, размещать их на изнанке материала. Детали полочки мы уложили лицо с лицом, уравняли срезы, закалываем и будем стачивать на машинке. Ширина шва 1 см. Если кто не может шить с булавками, можно сметать. Отмечаем ширину шва и место, где нам нужно будет развернуться. Ширина шва, помним, сантиметр. Ставим крестики. Перед тем, как стачивать, вход в карман мы укрепили клеевой кромкой. Кромку клеим так, чтобы она попала под строчку, чтобы в дальнейшем она у нас не отвалилась. Детали стачали. Теперь необходимо срезы обметать на верлоке. Угол при обметке выкладываем в ровную линию. Вот что у нас получилось с лица. После обметки мы это место приутюжим. Мы добивались совмещения и она у нас получилась. Срезы обметали и заутюжили. На спинке проклеили плечевые срезы. Спинку и полочку совмещаем по плечевым срезам. И стачиваем швом 1 см. Плечевые срезы мы также будем стачивать на машинке, чтобы оверлок не сместил детали. Плечевые швы стачали и обметали. Необходимо их заутюжить на спинку. Плечевые швы заутюжили. Соединяем рукава с изделием. Высшая точка оката с плечевым швом. Рассечка идет на полочку. Рассечка идет на полочку. Субтитры создавал DimaTorzok Рукава втачали, припуски приутюжили на ребро Теперь нам нужно раскроить детали из растяжимой ткани Начнем с манжеты низа Прикололи манжету низа к сгибу На выкройке вы видите написано сгиб доливаем Нам нужен пояс шириной 5 см в готовом виде Значит нам нужно манжету относительно вот этой линии Отразить вверх Прочерчиваем линию сгиба И откладываем вверх ширину манжеты Плюс ширину припуска 1 см Значит всего 6 см И чертим верхнюю ограничивающую линию Прочертили Манжету низа изделия раскроили Также краем манжеты рукава Осмотрим где на выкройке написано сгиб Сворачиваем ткань вдвое Обращаем внимание на направление долевой нити И нам нужно оставить припуски Ну где-то 0,5-0,7 По коротким сторонам По длинной стороне припуск 1 см Краем манжеты Теперь нам нужно раскроить обтачку горловины Сворачиваем ткань вдвое На выкройке написано слово сгиб Значит надписью сгиб откладываем к сгибу ткани Припуски по длинным срезам 1 см По короткому срезу 0,5-0,7 И краем обтачку горловины Раскроенные манжеты можно примерить по размеру руки Либо оставить той длины, которую раскроили Либо можно по вашей руке немножечко его укоротить Мы примерили на заказчице И решили, что мы можем укоротить манжет на 2,5 см Он будет нормально сниматься с руки Но в то же время на запястье облегание будет более плотным То же самое можно сделать с манжетой низа Обернуть себя вокруг бедер Либо оставить ее той длины, которую уже выкроили Либо сделать ее немножечко более плотного прилегания То есть укоротить Обтачку горловины приутюжили вдоль пополам Соединяем лицо с лицом И стачиваем в кольцо Обтачку горловину стачали в кольцо Высекаем уголки И шов разутюживаем Обтачку горловины Складываем пополам Скалываем И делим на 4 части Теперь необходимо также разделить горловину на 4 части Начинаем от левого плечевого шва На спинку примерно 1 см отступаем Совмещая все срезы Делим горловину Также соединяем булавки Шов на обтачке горловины Соединяем с булавкой, которая от плеча на спинке Также соединяем все остальные булавки Соединили 4 булавки И теперь нужно поставить промежуточные Можно растягивая А можно также ровно поделить и заколоть Обтачку горловины втачиваем на верлаке Поскольку обтачка розовая, а изделие белое Нижний петлитель мы оставили белым На иглы верхний петлитель розовый Будем втачивать, слегка растягивать Чтобы ткань ровно распределилась И не забывайте про булавки Обтачку горловины втачали Припуски заутюжили на изделие При необходимости, чтобы припуски у нас не поднимались Можно по изделию, отступив 0,2 от русла шва Проложить отделочную строчку Хвостик от верлака мы спрячем Берем вот такую иголку Таким длинным ушком Продеваем между ниток Вставляем нитки И продеваем Лишнее обрезаем Изделие складываем лицо с лицом Совмещаем шов втачивания рукава Припуски раскладываем в разные стороны Чтобы снизить толщину И закалываем Также соединяем низ рукава И будем стачивать одним швом на верлаке Боковой шов и нижний шов рукава Стачали на верлаке Припуски швов необходимо заутюжить на спинку Манжеты сложили лицо с лицом Необходимо стачать их в кольцо Ширина шва 0,5-0,7 на машинке Манжеты низа сложили лицо с лицом И стачиваем в кольцо на машинке Ширина шва 0,5-0,7 Нижний манжет разделили на 4 части Разделили также на 4 части низ изделия Булавки совместили Шов стачивания манжета Размещаем на боковом шве с левой стороны Также поступили и с манжетами рукавов Поделили их на 4 части Шов совместили манжета и шов рукава Будем растягивать и притачивать на верлаке Манжеты притачали Осталось только заправить нитки Приутюжить и можно носить Если видео вам понравилось, ставьте лайк Подписывайтесь на нас в соцсетях И помните, всегда можно сделать проще С вами был Швейный советник Субтитры сделал DimaTorzok